Микс Ньюс Ну а сейчас о нашем с вами городе Ориге, вот с Марисом Йоновсом, я его уже представил. Значит, прежде всего, конечно, главное событие последних недель, это вот эта эпопея с бывшим велотреком Марс, который активисты отстаивают, а в свою очередь государство хочет построить там здание спецслужбы, служба госдоходов, государственной безопасности. Да-да-да-да. И 28 мая прошел такой достаточно яркий пикет, акция протеста, причем мне так показалось, что вот пандемия, она заставила, ну как, соблюдать эту дистанцию, а вместе с тем за счет этого акция вышла такой более, как бы масштабная, она показалась, потому что вся улица Бриевбаса была задействована. Ну, в общем, был ли какой-то... Резонанс. Я знаю, да, что вы, Марис, не были как бы организатором, но, может, вам известно, был ли какой-то фидбэк, резонанс вообще, как эта акция? Ну, резонанс был, ну, конечно, публика, люди, которые болеют за идею парка, они рады, что пикет прошел, даже те, которые не смогли там участвовать, потому что, да, только 25 человек в пикете, так что было 16 пикетов, которые были поданы, и нам разрешили, так что это очень хорошо со стороны власти, но, наверное, самое важное, что мы, наконец-то, получили какой-то ответ от господина Каринша, который до того вообще сидел, молчал, не выходил на разговор, и мы пытались с ним общаться, но там с помощниками, пожалуйста, общайтесь, а так, господин Каринш, ну... А что он сказал, напомните? Он сказал, что парка не будет. Ну, да, ну, я думал, что парка не будет, ну, так что, ну, в принципе, если действительно дойдет до того, что деревья срубят и там построят этот дом, это будет на совести господина Каринша, а не предыдущего правительства, потому что господин Каринш и нынешнее правительство, они... Сейчас, здесь и теперь людям не было возможности тогда участвовать вообще в каком-то процессе, но предыдущее правительство дурачило, тех, которые ходили к ним, говорили про парк, они дарили саженцы дубов, что вот посадите дуб, а они уже решали этот вопрос, теперь этот вопрос вышел, ну, стал публичным, и нынешнее правительство должно было, или еще может еще этот вопрос решить в пользу, в пользу общества гражданского, потому что, да, предыдущее правительство обошло гражданство и общество, там, сделало это все секретно, даже саму идею вообще того, что что-то там будет строиться. Не было никакого публичного обсуждения, так что господин Каринш и нынешнее правительство могут, могли сказать стоп, и еще могут сказать стоп перед тем, как деревья еще кто-то не срубил. Если деревья срубят, это будет на их совести, а не на предыдущее правительство. Вот смотрите, вот механизм демократии не дискриминируется ли вот в глазах простого человека, потому что мы видим абсолютно, что как будто бы власти совершенно, ну, с такой циничной улыбкой говорят, вот вы можете выйти на пикет, вы можете стоять сколько угодно, это вот типа ваше демократическое право, но мы уже приняли, вот, как в семье там говорят, ты можешь иметь свое мнение, но сделаем мы, как скажу я. Вот это является ли демократичным и не подрывает ли это веру людей в то, что все-таки, ну, мы верим, что вот, да, нельзя выходить, бить нам в витрины магазинов, там, возмущаться, но если вдруг вот мы понимаем, что вот мы демократическим путем, мы не можем не решить вопрос. Вот вроде бы общество против, но при этом вот говорят людям, нет, будет так, как мы решили. Это та демократия, в которой себя уютно чувствует господин Кучинский, с которой в Сейме, в комиссии безопасности, который с улыбкой, как вы говорите, рассказывает про то, что даже не высматривали другие варианты, которые, да, предлагала Рижская дума, но так как она это предлагала устно и не там как-то, как-то, даже вообще никто не рассматривал другие варианты, господин Кариниш там чувствует себя уютно в такой демократии, что все под секретом и что кто-то где-то в кабинетах решает, даже не в правительских кабинетах, наверное, а там другие интересы. Это никак не та демократия, про которую нам вступает должность. И до того рассказывал господин Кариниш и его партия, демократия скандинавских стран, демократия европейских стран. Это не та демократия. Мы хотели туда, но попадаем обратно. А вот говоря о демократии тогда уж, ведь были собраны подписи «Монобал СЛВ» и переданы в комиссию, но там тоже это ничего не дало. Сам «Монобал СЛВ» является тоже некоторой гордостью с одной стороны нашего государства, что у нас есть такой механизм. И глава, кстати, я забыл, как он. И Манс Брейдак. Вот, наверное, он, да. Так тоже, когда комментировал, сказал большинство, то есть мы с гордостью говорим, что большинство этих законопроектов, ну, понятно, да, голосований передаются, они обсуждаются. Очень многие меняют дело, но в действительности меняют. Вот с деревьями ничего не произошло. Ну, это не так просто. То, что очень много тех петиций, которые поданы в парламент, проходят, это... Это хорошо. Это не только хорошо, но это значит, что у нас очень зрелый народ, который может подать нормальную, целесообразную какую-то идею в парламент, которую парламент может одобрить. Потому что, ну, можно там всякие идеи подавать, и так и стараются подавать. Но Монобаллс, ну, делает фильтр, что вообще, ну, там, не знаю, послать всех, кого-то там в космос, если это фактически невозможно. Они даже, ну, не ставят такие в свою платформу. Так что, да, у нас очень здоровый народ, готовый к демократии, готовый больше участвовать, чем только раз в 4 года. То, что некоторые не проходят, это не сюрприз, конечно, потому что, да, те, которые выбираются раз в 4 года, они, ну, сами хотят управлять кораблем в свое направление. И, ну, раз уж пообещали кому-то там построить очень дорогое здание, то они хотят тем людям свои обещания держать. А вот эти люди, просто, когда мы общались тогда на месте, ну, во время акции, вы тоже об этом говорили, кто кому пообещал, как это вот выглядит для акции? Ну, непонятно, непонятно, потому что, ну, уже якобы растрачено там несколько миллионов. Куда там эти деньги пошли, непонятно, потому что на месте там ничего не видно. Те, которые занимаются там застройками, ну, говорят, что это нереальная сумма, так что очень, очень возможно, что такой суммы даже нет, но чтобы было легче убедить народ и легче убедить кого-то, который не может посмотреть бумаги, тогда можно говорить про там несколько миллионов, три миллиона, потом уже там шесть цифр эта сумма пишется, это значит меньше миллиона, там разные, ну, не консеквенции там в этих цифрах, а проверить никого не может. И, брат, ну, так, так очень надо, но это не надо службе газобезопасности и поднимать народ против власти. Это не в их целях, это не в целях правительства как такового, это не в целях демократии, это не в целях правового общества. Так что наверняка там другие интересы. Какие? Ну, это нам с вами знать, но если мы видим, что господин Кучинский, партия которого там нынешний парламент отстранил от всего, но тут он очень влияет, он продолжает то, что он начал там. То мы еще наверняка очень много чего не знаем, что вообще происходит там где-то в кухне за закрытыми дверями. Вот мы как бы согласно журналистской этике должны в этом эфире и представлять как-то позицию государства, что в студии ее нету, поэтому такие вопросы задавать. И я вот так посмотрел, в принципе, по каким позициям государство аргументирует этот вопрос. Вот то, что касается, например, застройщиков, вы упомянули, вот это Ялна Тейка, что там... Ну, любых застройщиков. Ну, в том числе, да, потому что они... Любой, да. Да, просто, во-первых, вот речь идет о том, что почему, например, активистов не беспокоило, когда производилась такая вот застройка, не подразумевающая зелень особенно там, да. И другой момент еще, что якобы, опять же, да, так это преподносится, что сами застройщики, они, продавая вот эти вот квартиры, они уже говорили, что это квартиры с видом на парк, хотя они знали, что парк принадлежит как бы не им, а принадлежит государству, и с ним может случиться что угодно. То есть такое немножко фигу в кармане получается. Вот что об этом думаете? Если там продает кто-то квартиру даже через дорогу, которые живут, или те, которые вообще рядом с парком живут, в домах, которые строились там, не знаю, 50 и 80 лет назад, они тоже с теми же словами будут продавать свою квартиру, потому что это так. Почему активисты не ходят к частным застройщикам и не протестуют против вырубки деревьев на частной собственности? Они ходят. Нет, ходят, да. Все знают, что активисты ходят и вступаются за деревья, потому что это очень больная тема. Но одно дело, частная собственность и частные застройщики, а тут публичная собственность, которая вообще за публичные деньги 100 лет назад выкупалась из тоже частных групп. Да, велотрек на общественных началах, да, там собирался? Да, да, да. И в 90-х, 2000-х этот велотрек, ну, скажем честно, отжали от общества, сказали, что вы не наследники того общества, хотя это все можно проследить по бумагам, но у спортсменов не было таких влиятельных адвокатов, как у них противника Валстаной Куштамеи по шуме. И просто их оттуда выгнали, землю забрали и оставили там, ну. А вот я хотел еще коротко сейчас прошу, как раз об этом просто нет ли, то есть сейчас это все происходит в механизме, вот в рамках там демократии, да, какого-то активизма, а там нет составляющей для каких-то юридических историй? Конечно, с государством это обычно, это практически невозможно, но тем не менее, вот там нет составляющей именно с юридической точки зрения, вот акцентировать на этой преемственности имущество, вот это все? Ну, это уже все, суд состоялся в 2005 году, уже люди выходили на протесты там около Каминета министров, сейчас знаменитые спортсмены, которые представляют Латвию на международном уровне, они там еще, молодежь, ходили на протест, ну, все, суд состоялся, земля перешла на Валственной кустами, и потому что мы, все равно, ну, было наше, она осталась нашей, но что с этой землей делать, если просто пустой кусок земли, который, ну, надо застроить, это одно дело, но там действительно есть деревья, есть парк, есть еще остатки велотрека, есть остатки домов, которые проектировал Эйжен Слаубе, которому мы вот празднуем 140 лет, это были одни из его первых работ, да, там не какие-то там статные знания эрлического центра, но все равно это наша культурная история, история спорта и так далее, и это действительно очень большие здоровые деревья, которые в хороших условиях росли, это не деревья, которые там же через забор около улицы, которые повреждены автомобилем, которые повреждены солью и так далее, они еще будут жить, они будут еще красивыми, ну, довольно длинное время. Да, этот ореол тайны, который сопровождает все это строительство, мы понимаем, что с одной стороны есть гостайна, и там могут быть какие-то обстоятельства, которые просто, ну, не могут нам сообщить, вот именно расположение в этой точке, может быть, этого здания имеет важное стратегическое значение, вот поэтому, 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 но мы не можем вот рассказать, потому что это является государственной тайной, то есть вот, ну, какие-то такие могут быть аргументы. Как может быть тайной, что здание будет находиться там, потому что когда его построят, оно будет видно, а облик здания, ну, там, этажи и так далее, это все будет на лицо любому, который будет проходить мимо, так что это не может быть тайной, а уже внутрь здания никто там даже не собирался лезть, и даже нормально без тайны там люди не лезут внутрь офисного здания, если там строится офисное здание или жилой дом, то, что обсуждается, это что мы здание будем ставить тут, примерно какие-то, ну, что в этом здании там будет, если это завод, то это одно дело, если там жилой дом или офис, это другое дело, ну, это можно, можно обсуждать, и нужно обсуждать, это, ну, там нету повода секретности, но выбрали секретность, потому что так процесс быстрее. Ну, что это спецслужба еще, кроме всего. А вот еще два аргумента со стороны государства, вы, как человек, который этот вопрос изучает подробно, наверняка знакомы с этим, по поводу деревьев. Государство говорит, что, во-первых, далеко не все деревья будут вырублены, и более того, и это действительно справедливости ради, скажем, обычно так происходит, что сажаются еще и новые. А второй аргумент, что в этом месте строить дешевле и удобнее. Вот эти два аргумента. Про то, что про деревья сначала служба газобезопасности говорила, что вообще там деревьев нет, там просто заросло кустами. С этого мы начинали, а там уже было видно, что подключали понемножку-понемножку тяжелый пиар, и пошло там разные аргументы про застройщиков плохих, которые там не соблюдают что-то. Когда мы посылали, приходили ко мне журналисты, вот, вы скомментируете, я сказал, вот если Кучинский сказал, а, пусть скажет б, пусть обращаются в строй и праву, и в суд, и так далее, если действительно там есть какие-то, ну, кто-то что-то не соблюдает. Оказалось, что никаких там проступок нет, все, что зелени там даже больше, чем спрашивает Рижская дума. Но все равно Кучинский поддерживает это, хотя он получил официальный ответ, что там никаких преступлений нет. И то, что там вырубят часть деревьев, да, ну, деревья, это, да, можно их считать единицами, но там этот овал, велотрек и так далее, это уже одна целостная какая-то композиция, которую они разрушат полностью, потому что 44 деревья в сотне, там куда-то построить дом, там будет в одном конце что-то останется, в другом конце останется, и очень сомневаюсь, что пространство, то, что могло быть публичным, где можно там пройти насквозь, посидеть в парке, это не будет таким пространством, там либо все будет за забором, либо там, ну, не знаю, охранники, как в Минске будут ходить. Я это еще хотел, к чему просто тоже в том числе об этом говорил, вот весь этот протест, это противостояние, которое продолжается, это вопрос про деревья, то есть, ну, и ваша вот организация, город, люди часто в такие истории, как бы, ну, как не вязывается, плохо сказать, ну, занимается такими историями, или это уже выросло вот больше, и шире, потому что мы начали с демократии, и этот протест стал таким символичным, и деревья здесь тоже, вот они как бы символичны, но это уже противостояние, вот, скажем так, активистов, города, жителей и государства. Это и то, и то. Конечно, больно было бы потерять деревья, и с того, наверное, это, ну, началось вообще с там сидей парка, который уже там продвигался там почти три года, и, да, одно это деревья, которые мы оцениваем, ну, люди, которые там живут, и которые ходят там, они, ну, видят больше ценностей, чем 16-18 тысяч, которые надо заплатить за срубку. Мы, которые сами садили деревья, знаем, сколько стоит качественно посадить большой саженец, который 5 метров, они, не сколько там сейчас эти деревья, там выросли уже за сотню лет. Мы видим в этом гораздо больше ценностей, чем, ну, просто сделаем стройплощадку. Но это, конечно, повернулось и в русло демократии, и вообще, ну, гражданского и правового общества, потому что мы сначала, когда собирали подписи, нам было вообще ничего неизвестно. Если там не ошибка строю правы, что они там выложили разрешение на срубку деревьев, мы вообще бы ничего не знали. Вообще. Это вот маленькая оплошность дала знать, что кто-то уже собирается что-то срубать там, где мы ходим к министрам и разговариваем об идее парки. Да, говоря просто об этом как раз, я так понимаю, что из-за того, что все это вот секретно, это такая спецслужба, непонятно, да, когда это будет происходить, как это будет происходить, и я видел, что вы буквально на днях вот чат в WhatsApp запустили. Да, это вчера. Ну, этот чат уже мы давно запустили, но да, сегодня напомнили о нем, потому что подходит уже срок, когда нельзя рубить из-за птичек и пчелок. Так что очень возможно, что 30 июня мы уже услышим пилы в работе. Ага, и тогда просто вы как бы считаете необходимым, вот просто интересно, как это будет происходить, и сейчас на фоне всей этой еще американской вот истории, которую мы через полчаса будем обсуждать, тоже люди выйдут, это будет настоящее тоже противостояние, уже физическое получится. Как я говорил, господину Каренчу еще есть возможность это все остановить. Ну, возможности у него есть, но... если нет, то да, очень много людей, которые, ну, не хотят прощаться просто так, ну, хотя бы там, не знаю, выйдем со свечками, свечку поставим или с плакатом, кто-то, наверное, собирается и цепь вокруг там себя приковывать к дереву, но посмотрим, как, потому что, да, мы знаем, что это служба газобезопасности, там, если надо, привезут армию и всех отгонят, ну, тогда посмотрим, какая у нас тут демократия. Надеемся, до этого не дойдет. А что за история с камерами? Там по всему периметру установили камеры, вот где деревья. Это камеры со стороны... Да, это камеры в Алсангустаме и по Шумиуму, чтобы там никто не лезть через забор и не обнимал деревья. Там очень серьезно, там камеры стоят, как будто там уже служба газобезопасности. Да, да, да. Так что это уже, ну, ну, можем посмотреть на будущее, как там будет. Если люди думают, что вот, интересно, мы из своих окон будем смотреть на службу газобезопасности, то подумайте, хорошо, будет как раз наоборот. Они за вами будут следить, смотреть, кто к вам пришел, во сколько пришел, откуда он такой и так далее. Там, думаю, что смотреть будут в другом направлении. Ну, вот, если мы говорим о будущем, вот, если все-таки эта борьба будет проиграна и в будущем, вот, получается, такого же рода могут возникать, то есть, если, вот, например, не будет даже никакой зацепки, не будет информации о том, что где-то собираются вырубить деревья, то можно будет продолжать, то есть, ну, если получится, что власть убедится, что это все проходит совершенно спокойно, безнаказанно, можно будет дальше вот такого же рода проворачивать вещи. Они уже сейчас видят, что не проходит спокойно, и гражданское общество уже там подводит итоги, как мы вот попали сюда, и что надо менять, и как надо менять. Я состою членом Совета Латвии Спилсониска Алианс, где мы тоже за этим следим и думаем, как менять, что надо менять в законах, что надо, чтобы мы уже в такой тупик не попадали, что гражданское общество должно стоять против службы государственной безопасности и вообще правительства как такового. Ну, мы сейчас уже перейдем к другим, наверное, темам завершая, это все, вот политический момент, но говорить о Ришетской думе здесь, наверное, особо смысла нет, у них просто нет рычагов, как на это повлиять. Я просто хотел спросить, меняется ли ситуация в зависимости у нас в Ришетской думе, все меняется, у нас там был Ушаквов, потом был этот переходный период, сейчас временная администрация и будут выборы. И вот в Сейме и в правительстве партии как-то, я так понимаю, что новые консерваторы вот там заступались плюс-минус, вот я ожидаю, что вообще для развития за должны были бы они такие вот либеральные. Лично каждый депутат за, а когда надо голосовать, все спускают глаза и голосуют, потому что я был на комитете и, ну, да, за дверь, все, мы за парк, ну, а когда голосовать, все, глаза не смотрят и руки поднимают, так что, вы не знаете, может кто-то их держит за очень уязвимые места, если на нас, общественников, там, министр угрожал, там, красными папочками, мы за вами всем следим, то наверняка у них есть чем поугрозить депутатам, которым они выдают, там, эти все доступы к тайнам и так далее, так что. В общем, среди правительственных, коалиционных, там, ну, нет поддержки такой вот нормальной. реальной поддержки не видим, потому что, если бы она была реальной, то уже давно уже делали проект для здания на новой, другой земле, где удобнее самой службе госбезопасности и где не надо уничтожать историческую и культурную ценность. Ну, вот я просто хочу задать, может, действительно, на завершение этой темы вопрос. Человек вот нас сейчас просто слышит, может быть, он в первый раз услышал эту историю, или слышал, но сейчас его это пробрало. Что конкретно он может сделать? Вот если его действительно он зацепил и он хотел бы выступить в защиту парка, как он это может сделать? Еще до сих пор открыт сбор подписей в Монобалс. Да, мы их подали в парламент, но можно до сих пор еще подписываться. и то, что я советую обращаться всеми возможными способами к депутатам, к министрам, писать письма в социальные сети, звонить, если у вас есть откуда-то телефон господина Каренча и говорить, пожалуйста, остановить этот процесс и повернить это в какое-то нормальное русло, чтобы это не перечеркивал нашу веру в демократию. Ну, вот, кстати, мы сейчас поговорим о том, как пандемия вообще повлияла на наш город и благоустройство города, но просто хочу сказать, что, по крайней мере, мы как журналисты можем с уверенностью сказать, что благоприятно повлияло в том смысле, что, например, многие обсуждения и пресс-конференции политиков, в том числе правящих, они происходят через вот платформы все, и в них могут часто поучаствовать, не всегда, конечно, ну, и не каждый там житель, да, может зайти вот так вот, как в магазин, но это стало проще, действительно, я думаю, что достучаться в этом смысле можно каким-то образом, вот, а как, собственно, я видел, что вы уже отчасти комментировали это, вот, вся эта пандемия повлияла, в принципе, на развитие города, ну, на поверхности лежит то, что, наверное, велосипедистов стало больше, потому что и государство в этом смысле, спасибо, призывало, как бы, не пользоваться транспортом, больше пользовался велосипедом, что еще вообще наблюдается за последние пару месяцев? В Риге, увы, там, вот, видного ничего не поменялось, если там другие города уже могут отчитывать, что они там 50, 100, 200 там километров велоинфраструктуры сделали, чтобы освободить от велосипедистов тротуары, чтобы освободить общественный транспорт от людей, которые могут перемещаться на велосипеде, чтобы не создавать пробки, если там все пересядут на личные автомобили, в Риге этим хвастаться пока еще не может. Да, вырабатываются проекты на 10 маршрутов, там, нескольких десятков километров, которые вот-вот-вот должны быть готовы, это очень, какой-то получился очень длинный процесс, еще непонятно, будут еще длиннее его тянуть, потому что говорят, что, ну, что я сами видел, что, ну, вот мы там посмотрим, сколько там будет, ну, вот примерно какой бюджет и какую там процедуру закупок делать для этого, хотя закупки для того, чтобы сделать временными способами, сделать и велоинфраструктуру, там, закупок отдельник не надо, потому что город закупает, как раз такие работы, там, покраску линий, там, ремонтные работы за несколько биллионов, там, на пять лет вперед, так что тендер был, победители победили, цены известны, сколько там стоит линия, сколько стоят столбики, так далее, эти работы, которые мы сейчас видим, что они происходят, нам благоустраивают, там, пешеходные переходы, и так далее, так что новый конкурс, там, чтобы понять, сколько стоит там линии, там, нарисовать, ну, я думаю, что это не надо делать, надо действовать быстрее, пока вот сейчас еще лето, когда можно это не мешает, там, школьникам, и тех, которых их возят на частном транспорте, быстро это сделать, и уже в школу, и осенью, уже тогда ездить на велосипедах, будут несколько улиц, которые в нормальном процедуре, уже там, сейчас спорт, и Брунинек быстренько строится, и Краста, которые, ну, вот были проекты, которые там по два-три года, уже были на подходе, так что уже, уже что-то будет в центре, еще, и еще немножко сделать, вот, экстренно, в быстром режиме, тогда уже город может функционировать по-другому, потому что, да, люди готовы, вот, сегодня, обновили год на общественный транспорт, мы, вот, вот, в это время мы считаем, каждую неделю считаем велосипедистов, раньше мы там делали это раз в месяц, теперь, чтобы понять, что происходит, мы считаем каждый месяц, и каждую неделю, и, да, очень много пенсионеров, и на велосипедах, и на электросамокатах, они могут перемещаться, они, видно, что люди улыбаются, они 8 утра куда-то едут, они уже, а как вы замеряете это, как это происходит? Ну, как я измеряю часть людей, я смотрю им в глаза, я стою с блокнотом, считаю там, мужчины, женщины, дети, и так далее, но я, я тоже, я вижу людей, я вижу, кто, кто это, и кто эти люди, и, да, поменялись, очень-очень много людей, которые, ну, видно, что они только что купили новый велосипед, это там, ну, не за 100 евро, там, 500 и так далее, это не бедные люди, молодые люди, которые, да, они могут позволить себе автомобиль, но они почему-то это не делают, они вот выбирают перемещаться на велосипеде, и очень здоровый выбор, и городу выгодный, и им самим, наверное, тоже. А вот говоря о регионах, да, мы знаем, что хороший пример успели показать Сигулда и Талсы, как минимум, да, там построена велоинфраструктура, ну, большой проект. Сигулда, да, ну, Талсы, это было, ну, долго на подходе, наконец-то мы поехали туда посмотреть, наш коллега Вестерс ездил, посмотрел, то, что удивило, что Айскраукл сделала велополосы, даже Айскраукл можно сделать, а у нас шестой год с нулем. Вот я хотел просто тоже спросить и про это, и про, есть какое-то самоуправление, может, одно, которое сейчас занимает такую вот флагманскую позицию, раньше был такой, как бы у Нилы Ушакова была такая репутация, ну, мы чуть не будем обсуждать, да, что он дружественным велосипедом, сейчас есть какое-то в Латвии самоуправление, которое вот очень... в принципе, ну, Сигулда выходит вперед, тихо, спокойно уже, там, не знаю, более 10 лет это делает Кулды, и, ну, по-своему, это там не передавая, там, инфраструктура, там, ни Нидерланды, ни Дания, но это даже, там, не надо. Сигулда сейчас взялась, да, проталкивать перемены, там, в нормативах, чтобы можно было другими способами обустраивать город, потому что до сих пор есть возможность, либо там, ну, нет ничего, либо строим велодорогу, ничего это плохо, всем плохо, а строить, вот, отдельную велодорогу, там, обустраивать отдельную велополосу, это дорого, нужны другие инструменты, сейчас правительство раздает деньги, которые там, Евросоюз, чтобы поддерживать экономику, там, переходить на лучшее, природе, там, дружнее, там, транспорт, а способов не дает, как это сделать, либо очень дорого и долго, либо никак, и Сигулда помогает искать, как, 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 как выходить из этого тупика, это не только велополосы, это и снижение скорости во всем центре города, не только знаками, но они уже, уже выставляют, там, препятствия для автомобиля, чтобы они, ну, проезжали, проезжали лабиринт, так, зигзагом, чтобы нельзя было разогнаться по улице напрямую, чтобы уже те, которые там живут и ходят пешком по улице без тротуара, чтобы они чувствовали себя безопаснее, так что, много, много чего можно делать, Сигулда это делает, но делает другие города, это, это непросто, это для политиков, ну, надо, надо набраться смелости, и надо быть очень уверенным в своих людях, в своих горожанах, которые поддержат, потому что, если посчитать, сколько людей живут в любом городе, и сколько людей вообще, ну, имеют автомобиль, то автомобиль у очень маленького процента, но их видно, их слышно, их как-то всегда слушают, а тех, которые там толкают детскую коляску, упаси Боже, там на инвалидной коляске, их вообще не видно, те, которые в инвалидных колясках, они даже выбраться из дома не могут, их никто не видит, их нету, хотя у нас процент таких людей не меньше, чем в Европе, где их можно видеть постоянно на улицах, потому что улицы для них удобные. Да, я так понимаю, еще у нас просто такая ситуация была интересная, у нас на прошлой неделе был Юрий Спуция, вот тоже в студии, и он, причем даже без вопросов, он сам заявил, что вот, например, на Чака будет велодорожка, он сказал. Мы тогда обратились в департамент сообщения Рижской думы, они были удивлены, они сказали, мы вообще-то об этом не знаем пока еще, но я так понимаю, к чему я веду, что выглядит так, что на Чака появится велодорожка по типу, где у нас такое, вот на Валдемара, по-моему, когда велодорожка заключается просто в разметке, а по сути это вот один тротуар, очень надеюсь, что такой не будет. То есть я веду к тому, извините, что у нас велодорожки не появляются, но там еще вопрос есть в том, как они делаются, то есть по сути это и не велодорожки никакие, а просто разметка. В Валдемар, когда делали проект, вот 4 года назад, 3 года назад уже строили, нас, меня спросили, вот как тут делать, где люди всегда ссорятся на этом велотротуаре, они предлагали вариант разделить, там асфальт, брусчатку, мы напомнили, что в велоконцепции Рижский домик, как раз фотографии улицы Валдемара, что так делать нельзя, это тротуар, там нельзя туда напихать, там в одну сторону, чтобы в обоих направлениях ездили велосипедисты по дорожке, в которой даже не хватает места, чтобы уменьшенную пиктограмму поставить. Ну нету места людям, это и конечно там, ну это неправильно, нельзя так делать, тогда надо все, успокаиваем эту улицу, делаем меньше скорость, чтобы на велосипедах ездили по проезжей части, по мостовой, но на улице Чака там у нас было очень маленькое окно возможности, ну там что-то поучаствовать, в чем-то у нас потом просто департамент сообщения отключил, от всех работ там ничего не показывает, ничего не рассказывает, и когда мы там участвовали, да, несколько хороших вещей там прошло, они будут, но в принципе там про какие-то велодороги, даже тогда мы смотрели, что это нереально, если не менять улицу полностью, там не менять борты, тогда там ничего хорошего, не так, не так не получается, и то, что мы даже предлагали, это не велоинфраструктура, улучшить общественный транспорт, сделать платформы, чтобы быстрее туда заходить-выходить, да, умедлить поток автомобилей, но сделать автопарковки, потому что это вот тоже на улице Чака, это было бы, ну, хорошим, хорошим началом для того, чтобы эту улицу оживить, ее надо, да, сделать спокойнее, сделать тише, и, ну, хотя бы сделать, чтобы туда можно было что-то доставить, да, туда, и кого-то выпустить, из машины подождать, пока зайдет, там, продукты доставить в магазин, или какие-то, ну, предметы, или просто доставить вечером на той же парковке, тогда можно еду доставлять, поменять какой-то, ну, не тот сценарий, который очень хотелось бы, но другой сценарий, качественно, ну, лучше, чем теперь, пока что, ну, этого не будет, я знаю, что проектировщики предлагали департаменту сообщения перед ремонтом, взять какой-то месяц, пока вот, ну, конкурс состоялся, но пока еще там ждут, будут там какие-то, там, суды или не будут, есть какое-то пустое время, использовать это время, чтобы проверить какие-то сценарии, просто там ставить, там, эти, ну, какие-то знаки другие, или там поставить какие-то препятствия, там, потоки поменять, посмотреть, как это ульт, какие сценарии, может быть, там работают, и тогда уже там поменять, там, разметку уже в конце, в конце проекта. Надеемся, что стройка будет поздно летом, что, может быть, будет уже новая, новая политическая власть в Думе, и тогда, может быть, после уже нового асфальта, до того, как сделали разметку, тогда, может быть, успеем еще сделать какие-то эксперименты и поменять что-то, ну, организацию, организацию транспорта, потому что, ну, да, это то, что мы, ну, разные варианты, возможно, уже на том асфальте, который они сделают. Не все, но до сих пор еще разные возможности есть, как улучшить жизнь на этой улице. А есть какой-то прогресс и вообще мысли по поводу каких-то IT-предложений? Я имею в виду, что сейчас вот появляются там разные мобильные приложения, там, Аптор и Ковид появилась, но это по части более медицинской, но возможно ли же какие-то приложения, которые позволяют жителям тоже как-то быстрее действовать, не знаю, отмечать какие-то точки проблемные, вот такая история, она возможна вообще? Ну, сейчас есть Велослазды и проект Датускола, который собирают там опасные участки, там, какие-то точки для велосипедистов, это все отсылается, там, ну, там, можно голосовать, потом, те, которые там собрали больше голосов, те уходят там в департамент сообщения, и, ну, в принципе, уже видно, что приходят обратно те же самые ответы, что вот, если там не делать полную реконструкцию, там, в несколько миллионов, то это, там, ничего невозможно. Ну, как-то не выходит выбить департамент сообщения из этого русла, куда они зашли, вот, ничего невозможно без миллионов, ничего невозможно без миллионов, хотя они сами показывают, что это очень возможно, сделали круговое движение в Чекуркаунсе, где 6 лет рассказывали, что это невозможно, активисты рисовали, показывали возможные варианты, нет, это невозможно, без реконструкции, там, автобус не проедет, сделали активисты нелегальную, там, круговое движение, автобус проехал, было видно, что можно проехать, нет, до сих пор невозможно, а теперь вот взяли и построили, сами, сделали, не без реконструкции, просто вот сделали другую разметку, там, поставили что-то, и это очень возможно, сделать простыми какими-то методами, сделали сейчас съезд с моста Ваншу около банка, где уже годами, даже десятками лет спрашивали, сделайте пешеходный переход, чтобы там можно было и пешком переходить, и на велосипеде, нет, невозможно, вот оказалось возможно, так что очень многое возможно, как вот Циглуда показывает тоже, что очень многое возможно, но просто надо за это взяться. Ну что, пора нам заканчивать, да, к сожалению. Это час. Да, глава общественной организации города людей Марис Йонос был у нас в гостях, спасибо вам большое. Спасибо вам.